Якутия в мире Добрый день Спасибо большое, что согласились с нами встретиться И традиционно мы просим наших гостей рассказать немного о себе Спасибо, что пригласили Меня зовут Кривошапкин Евгений Я родом Саймеконского района, село Тамтор Там я родился и вырос Сейчас я работаю в поселке Уснера, ну вот так вкратце А чем вы занимаетесь? Я сам кадастровый инженер, работаю в Уснере В свободное время занимаюсь туризмом, ввожу людей в горы А как давно началась ваша любовь к горам? Ну вообще это 2010 год Мы с друзьями совершили этот сплав по реке Антигирка С поселка Уснера до села Хону И вот там совершили восхождение Момские горы Думали ли вы тогда, что вы попадете на Аверест? Наверняка нет? Как это вот такая идея пришла к вам в голову? Как зародилась эта мечта, можно сказать? Ну мечта зародилась как бы само собой Вокруг поселка Уснера, это везде горы И мы с друзьями ходили на гору Афродита Ну много раз И после этого у меня такая мысль зародилась Что сходите на самые высокие горы Якутии Это гора Победа и гора Мусхая После этого сходить на самую высокую гору России Это гора Эльбрус После этого сходить на самую высокую гору мира Это гора Аверест Вот так и получилось Я сходил на самые высокие горы Якутии Потом России И уже начал думать про гору Аверест И наверняка вы долго, тщательно готовились Можете об этом рассказать? Как вообще нужно готовиться? Ну это уже подготовка началась с горы Афродита Когда начинаешь ходить в горы Это уже как бы считается подготовкой У нас самые высокие горы Это гора Победа и гора Мусхая Туда дойти тоже само по себе очень сложно И это тоже очень хорошая подготовка К восхождению на самые высокие горы мира А теперь, наверное, о самом восхождении на Аверест Говорят, что это очень сложный путь Долгий путь Можете вот от самого начала Как вы долетели до Непала Да, я 8-го числа прилетел в Катманду Ну, в непальский район После этого мы полетели в поселок Лукла Это район Эвереста Оттуда все начинается Оттуда уже идешь пешком До где-то базового лагеря Идешь 5-5 дней После этого в базовом лагере Делаешь уже акклиматизационные выходы На высоту 6 тысяч метров Это занимает где-то 3 недели Акклиматизации Да, это не пару дней А там подольше надо находиться Потому что организм должен уже Акклиматизироваться на такие высоты Ну, на 6 тысяч метров На 5 тысяч метров Для этого я сделал где-то 7 восхождений На 6 тысяч метров Да, после этого только уже ждешь Погодное окно Погодное окно Это хорошая погода Ветер плюс-минус 30 30-15 метров в секунду должно быть Это считается хорошей погодой Это очень хорошая погода Да И появляется погодное окно И идешь на восхождение Восхождение само занимает Около недели Каждый день поднимаешься По 500 По 1000 метров И так С палатки на палатку Идешь наверх А поднимаешься вместе с группой, да? Или это идет как После 5 тысяч поднимаешься Уже вместе с гидом Гид Это опытный человек Который уже знает дорогу И может работать выше 5 тысяч Ну, акклиматизированный Профессиональный гид Обычно в Непале Это шерпы Так работают Ну, говорят Только шерпы могут Работать выше 5 тысяч Да В самых высоких горах Непала То есть это представители Вот местного населения Которые Издавна там живут И занимаются тем Что вот помогают Туристам, да? Тем, кто занимается Альпинизмом профессионально Да, да, да Уже поднимаются в горы Да, да, да Евгений, можете вот Поделиться своими чувствами? Что вы почувствовали Когда увидели Гималайи? И что вы почувствовали Когда увидели вот Ту самую вершину На которую вам предстоит Взобраться? Чувство, как сказать Чувство восхищения Да, там В Гималайи Это вообще Самые высокие горы На земле, да? И когда видишь Самые высокие горы Это, ну, Непередаваемые чувства Где-то Эверест Мы увидели С поселка Намчбазар Там есть поселок Намчбазар Это один из Крупнейших Возле Эвереста И оттуда Чуть-чуть выше Поднимаешься На Ну, на небольшой Холмик там Скажем, да? И оттуда Виден Эверест Да Первый раз Мы увидели Я был Ну, в восторге От этого Что моя мечта Уже Вот Приближается Да Вот Возбудется, да? Да, 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 да Да Ну, с виду Эверест Да, очень-очень Крутой, да Там Она Сдалека Сразу Видна И Вот Гора Она Вот Темного света Обычно Горы же Там Белые Потому что Там Ну, снег Лежит, да? Наверху А вот Эверест Именно Темного света Потому что Она Очень крутая Крутой склон И Видимо Оттуда Снег просто Сдувает Надо же Поэтому Она Темная И так Такая Заметная Ну, она Потом И самая Высокая Поэтому Там А не было Ли Какого-то Вот страха Что Получится Не получится Были Ну, вопросы Получится Не получится Конечно Были Я это Понимал Это Где-то 50 На 50 Что мы Зайдем На гору Да И Поэтому Вот туда Идешь И Подготовка Должна быть На все 100% Что Вероятность Зайти Была Большая Ну, то есть Обязательно Требуется Такая Хорошая Физическая Подготовка Акклиматизация Как вы Сказали Да Причем Довольно Долгая При этом Как вы Готовились Морально Ну, морально Это Один из Основных Основных Критериев Если ты Морально Устойчив То Ну, физически Тоже Будешь Устойчив Если морально Ты не готов То Физически Тоже Будет Очень сложно Потому что Это все Ну, взаимосвязано Вообще Шерпы Меня Сразу Спросили Как ты Подготовился Ну, морально Какая у тебя Мотивация Восхождение Да Если у тебя Маленькая мотивация Они сказали Что у тебя Ничего не получится Поэтому Сказали сразу Да Мотивация Должна быть Самая Сильная Да Самая сильная Да Но я им Сказал Что это Моя мечта И вот Перед поездкой Я Показал Фото Старшему сыну Ему Шесть лет И он Сказал Это же Эверест Я так Удивился Что он Знает Такую Гору И сказал Папа Ты Там Замерзнешь Там же Очень холодно Но я Сказал Ему Если Хорошо Подготовиться То Все Получится Да Ну Это У меня Прокручивалось В голове Ну Я думаю Что Это Была Одна Из Мотиваций Для Восхождения И Третий Лагерь Семь Тысяч Сто И Четвертый Последний Лагерь На Семь Тысяч Девятьсот Ну Почти В восьми Тысячах Стоит И Потихоньку Каждый День Поднимаешься Каждый День Ну Первый Второй Третий Четвертый Лагерь Четвертый Лагерь Отдыхаешь Полдня Где-то И мы С четвертого Лагеря Восемь часов Вечера Вышли на Восхождение И Шесть Часов Утра Пятнадцатого Мая Зашли На вершину Да Увидели Рассвет Да Увидели Рассвет И Когда Поднимались Очень Был Сильный Ветер И Шел Снег Я Внутри Думал Неужели Сейчас Ветер Усилится И мы Развернемся Но К счастью Ветер На вершине Чуть-чуть Утих И мы Поднялись С моим Гидом Пасангом Ламой Пасанг Лама Вообще Уникальный Человек Он Был Выше Восьми Тысяч Около Тридцати Раз Да Очень Опытный Человек Мы Совершили Восхождение Помогло Ли То Что Вы Сам Из Якутии Что Вы Сам Из Эмикона Да Где Очень Холодно Тело В принципе Наверное Привыкшее К таким Холодам Ну и Плюс На вершине Очень холодно И плюс Ветер Сильный Да Конечно Помогло Мы же Ходим Зимой Минус 50 На улице Если Ходишь Да Там Тоже Очень Кислород Воздух Похож На Эвересте Выше 8000 Там Тоже Разряженный Воздух И ты Ходишь В кислородной Маске Но все Равно Тем не менее Все равно Кислорода Не хватает Потому что Кислород Чтобы тебе Хватило Наверх И вниз Кислород Ставят На Не максимум А Чтобы Экономные Расходы Да На минимальные Там Ну Чтоб Хватило Тебе Только И это Состояние Ну Более Менее Вроде Как Так же Как и Минус 50 Градусов Да У нас Когда Холодно Ты Не можешь Полной Груди Дышать Да Там Там Тоже Самое Там Ты Полной Груди Тоже Не Дышишь Примерно И вы Вот Получается Встретили Рассвет На Авересте Что вы Испытали Да Встретили Рассвет И первым Делом Я вытащил Флаг Республики И начали Ну Фотосъемку Фото Видеосъемки Ну Так как Было Очень холодно Мы Очень спешили Чтоб Успеть Спуститься Вниз Пока Мы Там Вообще Не замерзли На вершине Может быть Поделитесь Рассказами Своего Гида Да Сказали Уже Вот Он Поднимался 30 раз Вместе С разными Людьми Из самых разных Точек мира И наверняка Эти 30 раз Ну Не каждый Доходит До вершины Это совсем Небольшой Процент людей Которые смогли Это сделать Какие вот Его истории Больше всего Вам запомнились Ну Ну Мне Мне Сразу Сказал Насчет Мотивации Да Он Очень Опытный И поэтому Он Сказал Там На вершине Будет Очень Холодно И ты Там Было Ну Довольно Сложно Ну Мотивация Меня Толкала Вверх Да А вот Что вы Чувствуете Думаете Сейчас Когда уже Ваша Мечта Исполнена Я Вообще-то Вот До сих пор С трудом верю Что у нас Все получилось Так хорошо Все еще В период Осознания Да Я вообще Благодарен Вот Жителям Якутии Что меня Поддерживали Когда я Поднимался Наверх Они Ну До 5000 У нас Связь была Да Там Сотовая Связь Ватсап Они Отправляли Вот Слова Поддержки И Когда я Поднимался Это была Тоже Мотивация И Очень Сильно Поддерживала Да Я очень Благодарен За это Можно ли Спросить Евгений По поводу Подготовки С точки зрения Финансовой Стороны Да Это очень Дорого Вообще Поехать Туда Подниматься Правительство Непало Да Там Взимает Довольно Большую сумму Для того Чтобы Подняться Все ли Вы Делали Это Самостоятельно Может быть Искали Спонсоров Может быть Есть люди Которые Вам Помогали Ну Сейчас Спонсора Найти Это Очень Сложно У нас У нас В семье Большой Большой Все Все Идет Как Восстановление Сейчас Я отдыхаю Радуюсь Жизнью Здорово Здорово Можете ли Что-то посоветовать Тем Кто Хочет Заниматься Альпинизмом В целом Вообще Может быть Что-то посоветовать Тем У кого Тоже Есть Такая Мечта Когда-то Увидеть Эверест И может Быть Даже Подняться Самое Главное Это Желание И цель Поставить цель Для себя Если у тебя Есть цель То я думаю Что Цель И хорошая Мотивация Тогда Можно Все Преодолеть А так В этом году Будет Фестиваль Альпинизм В поселке Уснера У подножия Горы Афродита Приглашаю Всех Будет Организовать Федерация Альпинизма Республики Вот там Всему Могут Научить Профессионалы Своего дела Научат Как лазить В горы Подниматься Спускаться Ну Все Техники Когда будет Фестиваль Ну вот Как раз В июне В июне Да В июне Будет Здорово Дорогие друзья Надеюсь Те кто Мечтает Серьезно Заниматься Альпинизмом Услышали Эту информацию Да И Кто-то Сможет Поехать На фестиваль Благодарим Евгения За то Что Сегодня Рассказали нам Поделились Своими мыслями По поводу Авереста По поводу Того Как можно Исполнять Свою мечту Да Что Что Ведет Вообще К Исполнению Мечты У человека Друзья Напоминаю Что у нас Сегодня в гостях Был Евгений Кривошапкин Первый Якутианин Который Поднялся На Самую Высокую Точку Мира А для вас Сегодня работали Екатерина Голикова И я Савина Данилова До новых встреч Спасибо До новых встреч Продолжение следует